Передали, только знаю, что молодцы, что передали носки, трусы под кому-то самый. Три пакета жратвы там внизу. Ничего не привалили. Ни теплых вещей вообще ни хрена. Да блин, на одной ноге отстоял. Да ты знаешь, это не совсем актуально. Взял 63 шмоны я. А где ты поприл, взял с мелкой? Двое сутки? Да. А потом его раскинули? Первые сутки. Каждую ношу на разных камерах. Да, на разных камерах. Первые сутки мы у четырёх были у двухместной камеры. Потом наступные сутки с тобой у трёх были у двухместной. А этот Саша Лохтырёв, фамилия, это тот, у которого гниют ноги. Его специально поймали, как к нам докинуть. 63 шмона я взял. Со всеми выворачиваниями рук, там вот всё это дело. Каратеи, жесть. Два раза за ночь будет. У нас сначала три раза вообще. У нас это два раза. Никаких ни одеял, ничего, ни матраса вообще ни разу. Матраса, ни постельного, ни полотенец. Я как-то там сидеть только можно. Я сидел вот так вот, у меня голова опустилась. Сразу звучать начинает. Тут же открывается дверь и такой рёв. Не спать. Ну и не спали, но по очереди ходили. Потому что если начинаешь сидеть, то голова, она же сваливается сама. Скажи, как я с бородой? Нет, тебе идёт. Я, кстати, если есть нового зеркала, я всё не вижу. Алисская какая-то гадкая такая казесная. Нормально, нормально. Зараз модно бородой. Ну да, ну в принципе, ну вот так. Я так думаю, что это на самом деле не освенцим, не кунцлагерь, а такой стандартный военный режим, вот как была польская солидарность, описывают. Там в Венгрии, в Чехии, вот один в один такое же. В принципе, такая вот военная тюрьма. У меня был момент на третьи сутки. Там ко мне применили немножко силу. Там приём этот за... Как его? Залаем мы в нем руки. Первые трое суток я ещё там говорил про правила внутреннего распорядка, да, что они должны действовать. Они потом поступили как? Что типа, если вы чего-то требуете, всю камеру нажмут и как бы заламывай с этим. И потом он говорит, ну ты понял, что к чему? Ну я решил, что это такой военная тюрьма, военный режим. В принципе, ПВР больше нету, значит это не ИВС. Ну и в принципе, единственное, что оставалось, конечно, подчиняться вот этим, по сути, незаконным требованиям. Вот такая штука была. И интересная история этого Лохтырёва. Александр Лохтырёв, это вот его поймали в марте. У человека отмороженные ноги были где-то вот в январе месяце. И они там у него немножко там гноятся. Это то, что вот в марте люди выходили, говорили, что там человек с гангреной. Это не гангрена никакая. И я так понял, что его специально поймали, чтобы к нам с Володей тоже его подсадить. Лохтырёв фамилия его. А не было неких разговоров, там, ну, профилактичных уторок? Не-не-не, ничего такого. Только с материалами дела меня ознакомил лично Пахоменко, приехал. Он мне, кстати, показался таким, ну, я бы не сказал, что он какой-то такой мефистофель. Вполне себе, ну, он вел себя очень прилично, то есть тут, ну, без вариантов. Загорелся сразу, давай. И они сразу у нас накинулись, поставили на растяжку. И кажут, у вас такой режим, что вы, значит, у вас повинна быть голая хата. Только паста, щетка и еще. Потому что вы ни на что не имеете права. Я скажу, так потлумажьте, что можно, что не льга. Бо они ничего не потлумажите. Они, коли ты нечто, ну, робишь такое, звучайно, да, например, ну прогулку хочешь. Ты замовляешь гэтую прогулку? Я, наверное, прогулку не ведусь. За весь час я был только один раз на прогулце, и она тягнулась. Ну, в 15-20. Больше прогулок не было. А было отшивание, что до вас ставится не по особливому? А это не то, что отшивание, это было видовочно. Было шутно, как, например, когось там вызволяют, скажут, там, сбирайте галлизну, матрасы скрушивайте. Вот. А коли двойцы на ночь будзили, то я хочу, чтобы будзили на ней и еще когось. Потому что не у каждой камеры они приходили и стукали, как бы люди начинались. А будзили ночью сколько разов на ночь? Больше. Больше, так? Больше. Больше. Чего хотели? А там ничего не хотели. Там в залежности от того, кто будзил. Нехто просто там разбудить, все в парадку, все в парадку. Пытаний есть? Нема пытаний. Ну, все. Зачиняется вот эта кормушка. Вот. А не которым треба было, еще и прозвище, и имя, и имя по батьку, и, значит, номер артикула, по каким сядешь, там, ну, вся эта трясня. Что? Тые охотники, с которыми я садился в такие разы, когда я сядил, они, ну, некоторые из них, ну, ровно так, скажем, ставилися, там, без никаких эмоций, все остатнее. А некоторые довольно так доброзачливые, можно было поразмовлять и так далее. То теперь, ось, ты, які ровно ставились, яким, ну, по сути, ты был обыяковым. И они так и застались, ось, такими обыяковыми для тебя. А ось ты, які ранее доброзачливыми, як ставились, можно было поразмовлять, теперь от них было больше усею гэтай жорсткости, усею гэтай неприязности некой, чем от тех, які, ось, так, обыяковыми ставились ранее. Ось гэта, ось гэта пероотварыння одных и тых же людзей за гэтай некалькі месяцю, ось оно и да гэту льну не выраживает. Гэта, ну, на колькі их апрацывали, там, те што. Ну, як все ровно матерцу падмяніли у их, ось, у галова. Што просто, ну, як так в уголі можна. Ну, я кожны раз поравновываў з Морзалюком. В общем, у меня калеце так само. Успармався у адным таким, так скажем, плане, а ця перзусі муче чалавека. Ось гэта разрыв шаблона, так скажем, ось гэта нэкага, ось оно и уража. Володя, пастельная бялізна, падушка, матрас, все гэта было цей, скажем так? Не, гэтага нічога не было. Все двадцать дзем? Все двадцать, да. Двадцать ночей спаў на голых дошках. Нічым нэльга было накрыцца. Тому спаў у курцы. Ну, в принципі, вовсім. Ну, только што гэта тапки здымал. Ну, дякую богу, там перудали шкарпетки. То да хеем, не господем. Зарабы, ну, мы. И ест моё тейтроф ekranе што. Нормально. Дай поснимай. Мне просили вас бняць. Все, все, все наши. Просили бняць, обязательно подцелевать. Рада штоў. Мы збогу промахали? Збогу? Збогу. Я што ж не видел што. На газели? Да, на газели. Но я сидел так, что я не боюсь. Я видел только Женю Гошкову. Я видел, что еще какие-то люди, но кто конкретно я не видел. Наш режим дошел уже до такой кропки, что ну просто сумно становится. Те они сами не люди, те нас не лечат людьми. Те люди, которые в принципе не учим не виноваты, они сидели по 20 суток у просто жудесных умов. Они заховывались элементарные правы человечества. Живы? Ну слава Богу. А хоть живы? Это главное. Те отримывали листы? Те отримывали листы. Ни одна Голиста, но вот зараз мне никто не передал. Ну вот писали мы. Это я вам одразу писал, что спиняйте это самое голодовку. Не надумайтесь голодать. Ну я голодовку спиню после суда, бо у меня ж тиск там повысился, а потом понизился. Там начали скакать, выкликали хутку. В пакете просто клал, вот так вот наложите, все. Идеально что-нибудь. А мне больше таких не передавал Жив. У меня была потом вторая. Я по глупости не налил туда воды. А они увидели, что пустая, забрали и вытянули. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok